Добро пожаловать в Marvel Теал Диар, где мы рассказываем величайшие истории Marvel, чтобы вы могли перейти к чтению оригинальных приключений. Сегодняшняя история «Жёлтый сорвиголова». Мэтт Мёрток – молодой слепой пацан и сэндбоксёр-тяжеловеса Джека Мёртока. В детстве Мэтт спас слепого от грузовика. Грузовик разбился, и из него вылились радиоактивные отходы, которые ослепили Мэтта, но усилили другие его чувства до сверхчеловеческого уровня. В то же время Джек Мёрток выигрывает кучу матчей по боксу, благодаря своему менеджеру Суини А.К. Наладчик. По договору с мошенниками Джек должен был проиграть после определённого количества побед, тот отказывается и выиграет боксёрский поединок, из-за чего Суини заказал убийство Джека. Мэтт пытается привлечь Суини к суду, но судью купили, и Наладчик уходит. Чтобы добиться справедливости для своего отца, он одел себе жёлто-красный костюм и становится героем «Сорвиголовой». Выслеживает Наладчика, но прежде чем он смог даже ударить его, тот получает сердечный приступ и умирает. Мэтт и его лучший друг Нельсон, закончив Колубийский институт, открывают юридическую фирму. Они нанимают секретаря по имени Карен Пейдж, и когда Мэтт впервые встречает её, она ему очень нравится. Фантастическая четвёрка была первым клиентом Нельсона и Мёртока, потому что те подавали большие надежды. Их вторым клиентом был пост по кличке Сова, он поставил их неловкую ситуацию. Он выглядит богатым, мы должны позволить ему нанять нас. Он воняет птицей. Зато он при деньгах. Да, деньги-то нам нужны. И я о том же. Давай пять, Мэтт. Мэтт и Фокки влюбляются в Карен, и у них получается треугольник. Но затем, совершенно неожиданно, Сова похищает Карен. «Сорвиголова» освобождает Карен и побеждает Саву. Вскоре после этого Нельсона и Мёрток становятся назначенными государством-защитниками Зибеди и Килгрева, он же Фиолетовый Человек, который может манипулировать людьми, и... Вы, бля, вы, наверное, уже догадываетесь, куда всё идёт. Фиолетовый Человек оказывается злодеем со способностями контроля разума. Он похищает Карен, «Сорвиголова» освобождает Карен и сбивает Килгрева. Карен зовёт Драдевла на свидание, они идут за мороженым, и все живут долго и счастливо. Пока мы не дойдём до эпилога истории, которая происходит много лет спустя. Карен скончалась, и всё же, несмотря на эту трагедию, «Сорвиголова» продолжает свою супергеройскую карьеру, иногда вспоминая свою возлюбленную, что придаёт ему силы идти дальше. Диал Диар, если вы собираетесь стать супергероем, будет большой удачей не потерять кого-то из любимых. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, то помогите в распространении, поставив лайк и написав любой комментарий. Спасибо за просмотр!